Сегодня исполняется 40 лет политики, реформ и открытости Китая. Страна была, ну, абсолютно государство третьего мира. Более того, она ещё 27 лет назад, когда мы успешно покончили с СССР. Мы же смогли сделать то, чего не смог бы сделать никто. Она сильно от нас отставала. Но сегодня мы от неё сильно отстаём во всём, кроме, пожалуй, что осколков старых советских технологий, старой культуры, недобитой, в том числе музеев и театров и много чего другого. Ну, как есть. 40 лет. Причём это сегодня мы говорим, ну, как же, у них такая рабочая сила, у них такой внутренний рынок, у них такое население трудолюбивое. У них провинции густонаселённые на берегах моря, диаспора. А у нас, можно подумать, прям плюсов нет. Ну, как использовать. Но дело в том, что 18 декабря 1978 года, когда начался третий пленум ЦК КПК 11 созыва, это совершенно было неявно. Выбрали, кстати, не самый радикальный вариант реформ. Как-то у них там вот Дэн Сяупин был, а у нас вот Чубайс есть. И разница между Дэн Сяупином и Анатолием Борисовичем велика. Больше того, до 1981 года Дэн Сяупин ещё боролся со сторонниками жёсткой линии. Тему было, а как сохранить, в какой пропорции элементы маоизма. Дэн Сяупин не боролся с маоизмом. Дэн Сяупин останавливал своих радикальных реформаторов. А в 90-е они поддерживали реформаторов против консерваторов. Он только в 97-м умер. Немножко не дожил до прихода у нас к власти Владимира Владимировича. Немножко. Но сделал для Китая совершенно невероятно. Причём Китай-то, ну, он позже нас начал двигаться к социализму. Но зашёл, ой, как далеко. Революционная законность там. Ну, из окон Хунвебина приходит, выбрасывает живого человека. И он становится мёртвым. Компании по осуждению, по клеймению очень напоминают наш сталинизм. Давайте посмотрим. Вы очень удачно подбрали материалы. Просто фантастически, на редкость удачное описание того, как это шло. Вот в коротком варианте. Несколько принципов того, как это у китайцев получились. Принцип первый. Опираться на практику, а не на идеологию. Чего у нас там говорят на тему того, что нам нужна идеология, нам без идеологии никак. Опять хотим в то же кино. На те же грабли. Опираться надо на жизнь, на реальность. На то, кто что делает и у кого что получается. Идеология нужна идеологам. Идеология нужна бездельникам, которые нихрена не делали раньше и не собираются ничего делать в будущем. Идеология нужна болванам, которые не в состоянии ничего добиться, чтобы они получили место учителей, наставников и надзирателей. Все. Мы этого хотим. Если бы они что-то могли, они бы что-то добились. Но им же хочется командовать. Им же не хочется работать. Им хочется жить хорошо. И понимаю. Пусть улицами тут. Грузчиками. Не хочется образования. Включить мозги. Им этого не хочется. Руками. Бетонировать пустоты под космодромом Восточный. Решать вопросы, которых не решил почему-то. Анатолий Борисович врос нано. Со своим планшетом. Черт-то знает, за какие деньги. Черт-то знает, с какими результатами. И все. Я не понимаю, что за такие растраты у него бы было в Китае. С такими результатами. Есть конкретика. Надо сказать, что за год в одном из хозяев Сяогана увеличили производство зерна в 6 раз. С 15 до 90 тонн. 20 семей договорились, что сбывать правительству будут те объемы, которые заложены в планах. Все, что сверхплана, оставляют себе. Ну, куркулизм такой. Да-да. Мы это все проходили. Кулачество. Как у нас там с фермерами? Через столько десятилетий после того, как Горбачев объявил, что фермеры. Мы за 30 лет могли. А это уже 30 с лишним лет. Да. Мало ли, что мы могли. Вот сейчас, слава богу, сельское хозяйство чуть-чуть ожило. Чуть-чуть. Ну, надо сказать, что этих крестьян бы закопали живьем, если бы не один из помощников Дэн Сяопина. Опять же, ну, им повезло. Мао Цзэдун умер. Его преемник Хуага Фэн прекратил культурные революции. Была остановлена волна по ее продолжению. Была арестована так называемая банда четырех во главе с женой великого кормщего, Дзян Цын. И Дэн Сяопин был возвращен из опалы. А Дэн полагал, что рыночная экономика не противоречит социализму. Заметьте, у них начиналось с того же социализм. И результаты этого социализма были, ну, хуже, чем у нас. Только реформы рыночные были умнее, чем у нас. Чего говорить. На третьем пленуме 18 декабря в качестве официального курса была закреплена политика четырех модернизаций уже в 78-м году. У нас еще был Брежнев. Еще далеко было до Горбачева. Могли бы, кстати, и научиться у соседних китайцев. Модернизации сельского хозяйства, промышленности, обороны, научно-технической сферы. Осудили вождизм. Осудили некоторые аспекты культурной революции. Но не всю культурную революцию и Мао Цзэдун даже не пытались. Это мы резко движемся. Вообще очень резкий топор. Сталин умер. Абонят. 20-й сентября. Все перечеркнули. Все, поехали. А там не все было плохо. Там многое было чудовищно. Многое было плохо. Многое было неплохо. Так вот, надо было нормальное оставлять, чудовищное вырубать. Совершенно не обязательно публично. Главной установкой на китайском плену стало выражение практика критерий истины. Если бы мы вообще проверяли, к чему привели наши нацпроекты, пока опять начать деньги выдавать, у нас бы была Канада как минимум по уровню жизни, даже не Португалия, которую мы, по-моему, перестали догонять там и перегонять. Второй принцип. Признавать свои ошибки и приносить за них извинения. Но это не наше. Признавать ошибки мы никак не любим, а приносить за них извинения – это вообще не наше. Иначе у нас все наши реформаторы ползали бы каждую телепередачу у Соловьева на коленях перед трибунами, бились бы головой о пластик, который там пол покрывает, и всячески стонали и плакали. А они до сих пор героически врут, рассказывая нам сказки на тему того, какие они были молодцы-молодцы. В середине 60-х Дэн Сиопин отправлен на трудовое перевоспитание на тракторный завод в провинцию Цзэнси. Но все-таки жил получше, чем могло бы. Детей оставили в Пекине в 68-м году. Сына Дэн Сиопина Хунвэйбины выбросили в окно за уклонизм отца. И Дэн Пуфана, его сына, парализовала ниже пояса. Его разрешили забрать к себе. Тот разбирался в электронике, починил отцовское радио, а потом оказалось, что ни у кого больше в этой деревне Кува-Радио нету. И Дэн Сиопин понял, что люди-то нищие. В результате, не перед широкой публикой, но перед руководством страны совершенно четко оценили, чьи ошибки. Что это не только ошибки Мао Цзэдуна, это ошибки и тех, кто остался. Как он сказал, это и наши ошибки. У нас не было опыта, мы принимали плохие решения. Я от кого-нибудь когда-нибудь слышал, у нас не было опыта, мы принимали плохие решения. Из наших начальников никогда. Дэн Сиопин назвал однозначный ошибочным большой скачок конца 50-х, культурную революцию 66-76, культ личности Мао, банду четырёх, опять же деятельность его жены. Но не весь период правления Мао Цзэдуна отдельные действия и решения. Больше того, многие ошибки Мао умный Дэн списал на других людей. Не надо революции, которые рушат страну и государство. Это разные вещи. Страна и государство – это совершенно разные вещи. Но рушить не надо ни то, ни другое. Третий принцип. Сохранять важные символы, наполняя их новым смыслом. Слава Богу, хотя бы насильственные похороны Ленина пока не прошли. Ну, есть символ. Кого-то это волнует, тревожит, вдохновляет. Ну, оставьте в покое. Господи, тоже мне проблема. Нет, нам надо провести декоммунизацию. А зачем вам её? Символы рушат. А давайте мы все статуи там снесём. Ну, не сильно умно. Понятно, что после 58-го года у Китая была катастрофа на катастрофе. Несколько десятков миллионов человек погибло. Культурная революция – страну остановила развитие на 10 лет. В 1975 году старый, уже великий кормщик, третий был от Дэна Сиопина признать, что культурная революция была на 30% ошибкой, на 70% успеха. Дэн отказался. Но остальное уже после новостей. От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским. Ну что, продолжим, Китая. 40 лет реформ сегодня. Итак, 30 на 70. 30% ошибка и 70% успеха требовал Мао Цзудун. Раньше настаивало, что 10% ошибок, 90% успеха. Дэн Сиопин отказался. Третий раз отправился в ссылку. Ему было уже за 70. Но после смерти Мао никакого аналога 20-го съезда. Не напрягать. Не стараться внутреннюю битву. Минимизировать конфликт внутри. Сосредоточиться совершенно на других вещах. Он повторил то, в чем отказал Мао Цзудуну. Что Мао Цзудун был прав на 70%. Он вспоминал, как был его союзником. Он не демонтировал Мавзолея Мао Цзудуна. Больше того, даже идеологические основы китайского общества не были обрушены. Больше того, он всячески открещивался от титула китайского хрущева. Дэн Сиопин объявил, что критиковать и менять в Китае можно все, кроме социалистического пути, диктатуры пролетариата, главенствующие роли Компартии, идеи Мао Цзудуна. Стабильность осталась. Но он полностью модифицировал их содержание. В 1984 году идея социализма с китайской спецификой. У нас вот-вот было к перестройке. Если что-то дает рост экономики Китая, то это атрибут социализма. Нормальное кино. А мы колышемся до сих пор, как непонятная субстанция в проруби. Чего мы там строим? Социализм мы там строим, капитализм мы там строим. 1987 год. Джао Цзеян выдвигает концепцию начальной стадии социализма. Коммунизм, ну, отодвинулся. Но никто не говорил, мы перестали строить то, что строили, и ушли вообще непонятно куда в свободное плавание. Это как-то для понимания народа очень полезно. Да, это казуистика. Ну и что? Да, их идеи были абсолютно не социалистические, не ортодоксальные. Но ничего. 2002 год. Председатель КНР Цзэн Цзэминь говорит о теории трёх представителей. Скомпартии выразители интересов передовых производительных сил китайского народа. Предприниматели, как и рабочие и крестьяне, ключевая часть этих производительных сил. А у нас предприниматели кто? Псыши, лудивые? Просто прекратили суда и оправдательные приговоры выносить по любым бизнес-делам. Они даже не слушают сегодня, чего там кто говорит. Это есть факт. У вас есть доказательства, а их никто не будет рассматривать. Об этом говорят, говорят. Президент что-то говорит, говорит на эту тему по барабану. Сколько у нас оправдательных приговоров вообще в судах по любым делам? Так мы как-то сильно отстали от китайцев. То есть власть Компартии не разрушается, и жизнь людей не обессмысливается. У нас обессмысленная жизнь нескольких поколений. Вы хотите создать, ребят, какую-то основу для будущего развития страны? Ты берёшь, вышибаешь скамечку из-под ног людям, говоришь, что они никто, звать их никак, всё это было глупости. И после этого ты хочешь, чтобы они что-то делали? Молодцы! Ну, может, они знали, чего они делают? Четвёртый принцип. Стимулировать эксперименты, снизив цену ошибки. Причём запретили ещё сводить счёты. Но здесь, слава тебе, Господи, и мы тоже хотя бы не провели ту идиотическую иллюстрацию, которая сейчас занимается на Украине. Раньше занялись в Прибалтике. Ну, нас этих мозгов хотя бы хватило. Дэн Сеопин в 81-м году назвал культурную революцию гражданской войной, жертв которой невозможно сосчитать. Ну, есть такое. Надо сказать, что группировку, да, наказали банду четырёх и их сообщники. Ну, есть такое. Двое пожизненное заключение, двое смертная казнь. Позднее её заключили пожизненным заключением. Заключили в тюрьму племянника Мао Цзэдуна и его секретаря. Остальных за конкретные уголовные преступления. У нас, если за конкретные уголовные преступления всех осудить, кто сегодня, губернаторы, мэры, их приходится прям по одному выщелачивать. А можно их не назначать? Ну, такая глупая идея, понимаю. И тем не менее. Ну, в конце концов, быть политиком в Китае в 80-х стало менее опасно, чем при Мао. Но это и у нас-то. Пятый принцип. Становиться сильнее, опираясь на слабости. Ну, об этом у нас даже не слушают. Мы не знаем, как становиться сильнее, опираясь на слабости. У нас же слабости мы иногда обозначаем. А как реально отталкиваться от них для того, чтобы их не было? Чего говорить? Дэн Сиопин был очень откровенен. Он признавал, что они отсталая страна. Он признавал, что они бедная страна. И ничего. Шестой принцип. Поворачивать новые элиты. Наши новые элиты по качеству сильно хуже старых. Вертикальный мусоропровод – это появилось не случайно и не для того, чтобы сильно обидеть тех, кто приходит во власть. Это есть фактор. Вспоминается движение «Наши», «Селигерский лагерь». Вспоминается, как много из этих людей уже никуда не годится. Или кто не Никита Исаев, тот, как там эту девушку звали, которая прямо горло драла, а в Америку эмигрировала. Ну, вот к вопросу о преданности стране и идеалу. Ну, хорошо. Заметьте при этом, что в 1976 году Дэн Сеопину было 72 года. Он вообще собирался уйти со всех постов к 85-му, в 81 год, говоря о том, что человек уже плохо соображает к этому возрасту. Но в итоге смог уйти только в 90-м, потому что необходимо было работать. Великое дело, что культурную революцию изничтожили. Осуждена чрезмерная концентрация власти в одних руках в 80-м году. В 82-м новая конституция ограничивает занятие госпостов двумя сроками по пять лет. Очень важно. Закреплена система коллективного лидерства. Генсек первый среди равных и должен завоевывать поддержку остальных членов Политбюро. Очень важно. Упорядочены, и это важно. Принципы назначения в постоянный комитет Политбюро. Созданы возрастные когорты. Когда руководители меняют друг друга, а после достижения 68 или 72 лет уходят на пенсию. Это позволило омолодеть кадры, избежать геронтократии. В 70-х годах это была проблема для Советского Союза. Очень большая проблема. Да, бывают неудачные выдвижения. Но, в конце концов, Ху Яубан и Джао Цзиян, выдвинутые в руководство, отстранены из поста генеральных секретарей за избыточную попытку реформировать. А с третьей система наладилась. И она существует до сих пор. Демонтаж системы Дэн Сёпина начался при Иси Цзиньпине. Отменено ограничение в два срока. Не назначено в Политбюро очевидный наследник. Оставлен на важном посту 69-летний Ван Цишань. Есть такое. Авторитарные черты есть у Си Цзиньпине. Его сравнивают то с Дэном, то с самим Мао Цзэдуном. Но пока этот демонтаж системы не необратим. Хотя тенденции понятны. И перед коротким перерывом принцип 7. Учиться у всех, особенно у врагов. Ну что, сейчас небольшая пауза, попрощаемся с некоторыми регионами. И вернёмся. Мы вновь в эфире. Вернулись, вернулись. Итак, учиться у врагов. Например, у Японии. Надо сказать, что японский опыт в экономике очень сильно использовался Китаем. Заметьте при этом, что это было очень трудно, потому что в ходе японской агрессии 1937-1945 годов погибло около 3 миллионов 200 тысяч военнослужащих и около 20 миллионов мирных жителей. Нанкинская резня стала просто фразой нарицательной. Когда от 40 до 300 тысяч гражданских в Нанкине, взятом японской армии, были убиты. Причём с чудовищными издевательствами, изнасилованиями, массовыми. До состояния, когда это становится каким-то достоянием информации только сейчас. При том, что японцы, вот точно, не каялись, в отличие от Германии, там фиолетово. Да, кстати, они абсолютно ничего не сказали. Это всё как было, так и есть. Ну, было-было. А жертвы были. И, кстати, что только была невероятна. И в Корее реагируют на Японию ничуть не лучше, чем в Китае. Потому что жертвы-то были чудовищные. Но в 78-м году Дэн Сиопин поехал в Японию. Он до 95-го не получал прямых извинений. Но вопрос китайцы не поднимали. Им не надо было извинений. Им нужно было нарастить свою мощь до состояния, при котором их бы боялись да и коты. Им надо было результат. И в результате в 80-е годы японские прямые инвестиции росли. И доросли до 10 миллиардов к 990-му. Это были гигантские вещи. Мол, этого японцы выдавали Китаю кредиты развития. Вот нам прямо столько всего выдали после всего того, что мы отдали ни за что. Михаил Сергеевич в этом плане был человеком удивительной щедрости. Я бы сказал, удивительной глупости. Никакой связи с результатами уступок. Никакой. Не было прямой материальной связи. Да и нематериальной тоже. Моральное удовлетворение от того, что мы такие замечательные, мы такие прогрессивные, мы кайф прям ловили от того, сколько мы сдали. Ну, это мазохизм. Восьмой принцип. Сделать управление государством уделом профессионалов. Тут катастрофа у нас. Мы непрофессиональные в управлении государством. Это сегодня наш главный минус в нашем позиционировании в окружающем пространстве. А китайцы чрезвычайно профессиональны. Младший сын Дэн Сиопина цитировал его отношение к нам. Он говорил, «Мой отец полагает, что Горбачев – идиот». Заметьте, я этого не говорю. Обижаться не надо. Это говорил Дэн Сиопин, младшему сыну своему, Дэн Джифану. Ну, это так. К вопросу. И надо сказать, что попытки расширить участие китайцев в управлении страной после массовых протестов 1986-го, особенно после 1989-го года, были свёрнуты. И это наше влияние на Китай. Влияние Михаила Сергеевича Горбачёва. То же самое с опытом свободы слова. Чуть больше года, с 1978-го по 1979-й, прожила стена демократии в Пекине. И ничего. Потому что не то суть, что люди неправильно пишут. Правильно. Толку чё? Развал будет. Результат никакой. Ну, как есть. Надо сказать, что и подавление студенческих протестов, и отказ Джао Цзияна применять силу против митингующих, за что он ушёл в отставку. Есть показатель того, насколько жёстким был Дэн Сиопин. Азиатус в Южной Корее, Пак Джон Хи, на Тайване Чен Кайши, британские губернаторы Гонконга. Ничем это всё не отличало. Я про сингапурский, алик вон юдаш не говорю, вообще полицейское государство. Вопрос. Это жестоко, да? Это справедливо? Нет. Результат. О, ребята, можно только завидовать. Принцип 9. Внешняя политика стоит на службе экономики. Вопрос. А что, у Михаила Сергеевича внешняя политика стояла на службе экономики? Ага, Ну-ну. Никаких бесплатных, льготных, безвозмездной помощи, кредитов и прочего в Африку. Китай был нищий, но 2,5 миллиарда на Африку между 56-м и 77-м годами потратил. Дэн это прекратил. Никаких повстанцев в Юго-Восточной Азии и других местах, чтобы приблизить мировую революцию и создать дружеские режимы. И всё. Денег перестали давать. Закончилось. Более того, после визита осенью 1978 года в Юго-Восточную Азию Дэн Сиопин призвал этнических китайцев принять гражданство страны и проживание и отказаться от китайского. И он создал широчайшую китайскую систему связи в регионе. Его перестали бояться. И на этой системе связей он построил такую империю, которая и китайским императорам-то на самом деле не снилась. Потому что это был источник инвестиций, потому что это был источник технологий. Ну, как есть. Даже отношения с Тайванем начали развиваться. Ну, коллективное, сознательное, китайское экономическое чудо. Как было, так и есть. А теперь, что у нас по опросу? Так, Евгений Иванович, проголосовали у нас 3000 человек, чуть больше. Как нам относиться к резолюциям западных стран по Крыму? 3% кушать не сможем, пока не разрешат Вашингтон и Брюссель. 16% игнорировать в рамках протокола и 81% вне рамок протокола отвечать, так сказать. Ой, послать подальше. Ах, чё ж я такой не политически корректный? Вот я бы тоже в этих 3% не проголосовал. Ребята, демократия, демократия, свобода слова, свобода слова. 3% жаждут работать под старшим братом, в виде которого понимают Атлантический Альянс. 7 футов подкили. Я что, против, что ли? У нас их на телешоу упало. Но сейчас мы разойдёмся, а завтра встретимся вновь в 2 часа дня. До свидания. Спасибо. Всего хорошего. От 2 до 5. с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok